добрый день дорогие друзья вы смотрите канал охота киев и сегодня мы поговорим о сейфах очень часто клиенты говорят о том что к ним предъявляются очень серьезные требования некоторые даже хотят ставить его на сигнализацию сегодня мы как раз разберемся с этими вопросами нужно это и на каких основаниях итак условия хранения у нас определяется федеральным законом об оружии и норма хранения регламентируется постановлением правительства российской федерации 814 от 98 года с поправками актуальная версия на декабре 2020 года внесены были поправки касаемо юридических лиц а вот для гражданского населения поправок не было как таковых итак рассмотрим на примере двух пистолетных сейфов что может быть действительно сейфом по законодательству сейфом может быть даже деревянный ящик обитый железом но это уже слишком примитивно сейчас на рынке есть очень много готовых решений под разные задачи разные объемы разные толщины причем толщина железа нигде не регламентирована на примере вот двух пистолетных сейфов просмотрим их толщину металла здесь у нас примерно полтора миллиметра а здесь всего лишь миллиметр но тот этот является сейфом для гражданского населения подходят отлично для хранения пистолетов тех же самых порохов или инициирующих устройств из капсулей у каждого охотника должен быть свой сейф у каждого сейфа должен быть соответственно замок и ключи только у хозяина сейфа замки кстати неважно какие это могут быть ригельные могут быть даже почтовые или кодовые замки комбинированные с ригельными или отдельно почтовые замки дешевле в производстве и соответственно вся конструкция будет тоже дешевле эти замки более надежные но они дороже и самое понятно что удобное и надежное но самые дорогие это кодовые замки итак поговорим о месте расположения сейфа где его лучше разместить место вам указать тоже никто не может вы можете прикладить его к потолку или просто положить на пол не стоит хранить сейф в неотапливаемых помещениях потому что порох может отсереть также не стоит хранить сейф рядом с батареей потому что перепады температуры также могут привести к осадкам там рассе конденсату но и целесообразно будет все-таки спрятать его от глаз прежде всего детей также спрашивают многие покупатели крепить к стене или нет вопрос только на ваше усмотрение в некоторых сейфах как вот фирма олди они не делают крепежных отверстий для шурупов а фирма айка делает сразу несколько отверстий и вы можете легко прикрепить свой сейф я все-таки считаю что сейф нужно прикрепить поскольку это более безопасно для окружающих однажды покупатель из отдаленного района нашей области рассказал такую историю что его заставили ставить квартиру на сигнализации и устанавливать решетки на окна чтобы избежать доступа третьих лиц но это не правомерное действие никто не имеет права вас заставить это относится только к юридическим лицам как же правильно хранить патроны боеприпасы и комплектующие для патронов большинство производителей делают отдельное отделение но она не обязательно это могут быть полочки в сейфе или вы просто можете сложить свои патроны рядом с вашим оружием ружьем или карабином но если есть эта опция ей удобнее пользоваться законом же не регламентировано как именно хранить патроны и так какие же требования для гладкоствольного оружия и для хранения нарезного для гражданского населения эти требования абсолютно идентичны если ваше новое нарезное оружие спокойно убирается в сейф гладкому ружью то храните их вместе если же у вас все-таки остались сомнения в выборе сейфа подойдет или не подойдет мы вам предложим вот такой вариант который подходит даже для юридических лиц здесь вам и ригельные замки и 3 миллиметра сталь и отдельный ящик для хранения патронов уложименты для хранения оружия удобство установки до 6 единиц также есть верхний и нижний ригель практически максимальная безопасность в магазинах охот актив до конца сентября на некоторые модели сейфов действует спеццена обращайтесь в магазин охот актив и консультанты подберут вам оптимальный вариант но на этом все спасибо за просмотр и подписывайтесь на наш канал